Что Россия и США после безумной космической гонки 60-х-70-х годов практически свернули программу освоения Луны. И вот недавно всех шокировал Китай, который опубликовал программу освоения Луны, согласно которой в 30-м году на спутнике Земли появятся уже китайские города. Кроме Луны, в списке возможного освоения есть и Марс, планета, на которую еще не ступала нога человека. Между тем, мало кто знает, что еще в 70-е годы советские космонавты планировали высадиться на поверхность Красной планеты. Подробности в репортаже Юлии Азолиной. Сегодня Россия, США и Европа борются за право стать первой страной, которая осуществит пилотируемый полет на Марс. Испытание вот такой летающей тарелки планируют провести НАСА во второй половине июня. Она предназначена для мягкой посадки космического корабля в разряженной атмосфере Красной планеты. А это марсоход «Экзомарс Ровер» — проект Европейского космического агентства. Уже в 2018 году он должен отправиться на Марс, чтобы взять пробы грунта и составить подробную карту местности. И даже Индия запустила на Марс свой космический зонд «Мангальян» в ноябре 2013-го. Он нужен для отработки технологий космических полетов на Красную планету. Китай тоже заявил о своих планах по освоению Марса после успешного запуска автоматической межпланетной станции «Чанье-3» для изучения Луны. Сегодня в это трудно поверить, но проекты полета на Марс впервые появились еще 60 лет назад. И не где-нибудь, а в СССР. Именно у нас начались научные разработки, которые ученым других государств тогда казались научной фантастикой. Перед вами уникальное исследование соратника Сергея Королева, инженера-конструктора Владимира Бугрова. Именно в этих тетрадях в 60-е годы он под руководством Михаила Тихонравова впервые начал разрабатывать облик корабля для экспедиции на Марс. Планы по полету человека на Марс в то же время были и у американского космического разработчика Вернера фон Брауна. Но его проекты с красочными иллюстрациями, опубликованные в американских глянцевых журналах, например, вот в этом, «Зе Колерс», воспринимались как красивые сказки. А правительство США вообще посчитало проект практически неосуществимым и чересчур дорогостоящим. Там было у него там просто десятки кораблей, целый конвой летел к Марсу, там высаживались там вообще везде, где угодно. То есть было понятно, что, в общем-то, конечно, ни одно правительство на такие траты не пойдет. Марсианский проект действительно не рассматривался как очень, в общем-то, затратный и на отдаленный перспективу. Пока США подсчитывали, для полета на какую планету им хватит государственного бюджета, в СССР, в конструкторском бюро Королева, одновременно разрабатывались корабль «Восток» для первых полетов в космос и межпланетный комплекс для экспедиции на Марс. Вот, например, в тетради Бугрова первые проработки возможности осуществить экспедицию на Марс и что для этого нужно. А это расчеты, позволяющие сравнить характеристики различных типов двигателей. Тут есть расчеты и для разных вариантов самого полета. Ведь советские ученые долгое время бились над вопросами, где должен собираться космический корабль на Земле или на околоземной орбите? Должен ли он приземляться на Марсе или только совершить его облет? Как человек высадится на поверхность Красной планеты? Тогда люди не знали, как вообще человек будет себя чувствовать в невесомости. Соответственно, усложняли проект созданием искусственной силы тяжести вращением. То есть там были... Очень много было вопросов. То есть опыта было еще мало. Но тем не менее он был проработан на каком-то уровне, может быть, предэскизного проекта. А вот и первые чертежи межпланетного корабля. На нем экипаж из трех советских космонавтов должен был отправиться на Марс. Впоследствии проект будет еще не раз дорабатываться, но принципиальные особенности тяжелого межпланетного корабля присутствуют уже на самых первых эскизах в тетради. Все архивные чертежи, к сожалению, в 1974 году были уничтожены. Ну, а сам тяжелый межпланетный корабль, он представлял собой, ну, такой цилиндр, диаметром примерно 4 метра, длиной где-то метров 15, ну, в разных там вариациях. Он состоял из нескольких отсеков. Отсек оранжереи, в котором располагались высшие растения, на стеллажах, в гидропонике, к корням там подводились питательные растворы по трубочкам. Ну, и самое главное, вот эта система питания солнечным потоком, то есть это обеспечение фотосинтеза. Для этого были сделаны, запроектированы концентраторы специальной солнечной энергии, которые должны были ориентированы быть на Солнце. Долгое время считалось, что велись лишь технологические разработки. Однако, оказывается, первым полетом в космос предшествовали испытания над людьми. Это делали на базе НИИ авиационной и космической медицины. Только вдумайтесь, тренировки начались почти за 10 лет до первого полета человека в космос. Еще в июне 1953 года. Испытания были строжайше засекречены. Лишь немногие посвященные знали о том, что на 12 самых крепких и здоровых мужчинах выясняют, каков предел человеческих возможностей. В 1963 году по инициативе Королева появляется Институт медико-биологических проблем. Перед ним ставится задача разработать систему жизнеобеспечения для межпланетных полетов. Теперь испытания проводят в этой строго засекреченной лаборатории. Посмотрите на эти уникальные кадры хроники. Здесь испытатели проходили центрифугу, опыты Хилова, провоцирующие укачивание, барокамеру с повышенным давлением. Их погружали в вакуум, уменьшали температуру до минус 80 градусов, имитировали 12-кратную перегрузку. Испытатели проводили по несколько дней в невесомости и совершили более тысячи парашютных прыжков с задержкой. Во время таких прыжков парашют раскрывается за несколько секунд до Земли. Были испытатели, которые в первую очередь в Институте медико-биологических проблем в наземных условиях проводили эксперименты по имитации некоторых этапов космического полета или просто испытывали возможности человеческого организма. А это Сергей Нефедов, один из тех первых испытателей. Сегодня здесь, в Институте медико-биологических проблем, он, наконец, может рассказать о некогда сверх засекреченных экспериментах. Вот тут самое кресло, в котором я провел 30 суток в скафандре. Вот так вот, в положении. Вот. В течение целого месяца положение тела Сергея Нефедова не менялось. Через специальные трубки подавалась еда перед лицом мониторы и система управления космическим кораблем. Свободного времени практически не было, но сон отводилось не более 4-х часов. Срыв был один раз, когда у меня возросла температура, а справа, вот так, иллюминатор, значит, за мной постоянно наблюдала лаборантка, медицинская сестра. И вот, когда у меня уже третьи сутки жарили при температуре плюс 50, вот, она мне начала, ну, не знаю, просто по неопытности, наверное, мороженое крутить в иллюминаторе. Ну, срыв был, я тут сознаю. Я ее обругал. Ее убрали, после этого я ее не видел. Марс всегда интересовал ученых больше других планет, ведь долгое время предполагали, что на нем есть жизнь. Не без оснований. Некоторые исследователи считают Марс своеобразным двойником Земли. Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35 секунд. Площадь поверхности Красной планеты чуть меньше площади суши на Земле. На Марсе есть смена времен года, а также атмосфера. Хотя она составляет всего 7 тысячных от земной, но все-таки защищает от космической радиации. И самое важное, недавние исследования НАСА подтвердили, что на Марсе есть вода, а параметры грунта близки к земным. Сегодня именно Марс ученые считают главным претендентом на колонизацию. Вот так, по мнению разработчиков, будут выглядеть марсианские города. Чтобы люди не погибли от радиации, все мегаполисы будут накрыты специальными прозрачными куполами. А это марсолеты. Что-то вроде автомобилей, только летающих. Именно на таком личном транспорте будут передвигаться первые жители Марса. На Марсе будет организована база. База под куполами. Очень прочными, конечно, чтобы защищать людей от возможных ударов метеоритов. Потому что, как я уже сказал, атмосфера на Марсе чрезвычайно разряженная. И она не будет представлять из себя такого надежного противометеоритного экрана, которым является земная атмосфера. Марсианские города станут полностью автономными. Жителям Красной планеты не придется закупаться в земных супермаркетах. Другими словами, пищу с Земли доставлять не придется. Ее будут выращивать прямо на Марсе. Изучив пробы марсианского грунта, ученые обнаружили, по составу он практически точь-в-точь повторяет почву Земли. А значит, жителям Красной планеты нужно будет построить только теплицы, чтобы собрать урожай марсианской морковки или капусты. Там были разные варианты. Один был довольно забавный. Там использовались двигатели малой тяги, ядерный реактор, чтобы долететь до Марса. И везли с собой целый поезд. То есть должны были высадиться на Марсе и на этом поезде проехать от Северного до Южного полюса Марса. Большинство этих идей появились еще в 60-е годы в СССР. Американцы знали о том, что советские ученые готовят экспедицию для освоения дальнего космоса. Однако прекрасно понимали, что догнать Советский Союз в технологическом плане им вряд ли удастся. Когда И.Ч. Сталин подписал указ о создании ракеты межконтинентальной, эта ракета закладывалась, естественно, как носитель термоядерного заряда. Массу термоядерного заряда ученые оценили с большим запасом. И, собственно, под этот запас и делалась ракета. И в итоге получилось так, что заряд в итоге сделали легче, но ракета уже была создана практически. То есть и к 50-м, к концу 50-х, к началу 60-х у Советского Союза была действительно мощная ракета, которая превосходила по грузоподъемности все, что было в США на тот момент. А когда в 60-м году СССР запустили на орбиту белку и стрелку, стало очевидно, что США проигрывают. Тогда американское правительство принимает решение, что если уж освоить дальний космос первыми не удастся, то надо выиграть хотя бы промежуточный этап и первыми высадиться на Луну. Наша страна должна взять на себя обязательство достичь цели до того, как кончится текущее десятилетие, высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Однако на самом деле главной была лишь первая часть – высадить человека на Луну. Это обеспечило бы престиж США в мировой политике. А о второй части возвращения человека на Землю говорилось лишь на публику. Это Джеймс Мичнер, работавший в Общественном надзирательном совете, курировавшем работу НАСА. В своей книге «Космос» он написал, что на одном из заседаний комиссии, где рассматривалась высадка на Луну, в открытую обсуждалась возможность отправки космонавта в один конец. Однако эта информация была строго засекречена. После полета Гагарина там такая была некая истерия, то есть там все думали, как же ответить. Какое-то время, да, рассматривался вариант там, то есть отправляли человека на Луну, ему посылали грузовыми специальными космическими кораблями, доставляли грузы, он там жил какое-то время, до тех пор, пока не будет создан корабль, который сможет его оттуда забрать и вернуть. В СССР же программа полета на Луну начнется лишь спустя три года, в 1964-м. В этом году в тетрадях разработчика марсианской программы Владимира Бугрова появится вот этот заголовок – «Луна». А под ним новые расчеты. Нужно было в кратчайшие сроки адаптировать проект полета на Марс под лунную программу. Тогда же программа полета на Марс была закрыта, а все разработки по ней уничтожены. Сегодня, когда российские ученые вновь к ней вернулись, появилась надежда, что человечество, благодаря пилотируемой экспедиции на Марс, ответит на вопросы, которые так давно его волнуют. Были ли когда-то на Марсе реки и озера? Была ли жизнь на Марсе? И, наконец, сможет ли там когда-нибудь поселиться человек? Ученые считают, что колонизация Марса – неизбежный шаг. Исследователям еще предстоит решить задачу, как это сделать. Однако космос активно осваивают не только ученые и военные, но и коммерсанты. Специальные фирмы уже продают Землю на Марсе. Как будто речь идет о садовых униках.